Всем привет! Сегодня речь у нас с вами пойдет о зимней обуви. Вот такие вот полусапожки у меня есть и они довольно скользкие. Сейчас я поделюсь с вами одним очень классным лайфхаком, либо советом, кто как хочет называть. Сразу хочу сказать, я не буду брать степлер и забивать сюда скобы железные. Также не буду брать вот такой вот супер клей, поливать обувь и ставить ее в песок, чтобы на подошву прилили песчинки. Так как такие способы действуют всего лишь на всего день, а то и два. Также я не буду приклеивать сюда наждачную бумагу. Этого совета тоже хватит ненадолго. Такими советами, которые я перечислил, кишит весь ютуб, весь интернет, но на самом деле это все фигня и они не работают продолжительное время. Тот способ, который расскажу вам сегодня я, он реально работает эффективно и его хватит на долгие годы. Возможно за это время ваша обувь придет негодность. Итак, этот способ совершенно не потребует от вас никаких затрат. Итак, чтобы сделать подошву вашей обуви не скользкой, нам с вами всего лишь на всего понадобится вот такой вот обычный паяльник, который есть практически в каждой семье. Достаточно будет паяльника на 40-60 ватт. Включаем вилку от паяльника в розетку и ждем, когда он нагреется. После того, как ваш паяльник нагрелся, просто берем сапог или полуботинок, переворачиваем его и начинаем прожигать вот такие вот бороздки. Расстояние между каждой бороздой у вас должно быть примерно 5 миллиметров. Вот. Этой процедуры не нужно бояться, так как паяльник не успеет прожечь вашу подошву насквозь и не повредит ее. После того, как вы проделали вот эту процедуру вдоль всей обуви, то есть прожгли такие борозды в подошве вашей обуви, для большей надежности их можно еще прожечь по диагонали, примерно вот таким вот образом. Вся эта процедура у меня заняла 5 минут времени на одном сапоге. Поэтому, ребят, ничего там страшного нету, времени затратить очень мало, зато останетесь целыми и невредимыми на скользкой дороге. И не надо бояться, если какую-то линию вы провели не очень ровно или красиво. Поверьте, подошва это та часть обуви, которую никому никогда не видно. Обувь всегда стоит подошвой вниз и никто не увидит вашу вот эту вот часть. Ну, должно получиться примерно вот так вот. И уже на ощупь подошва стала очень цепкая. Получилось некое подобие липучки, как на автомобильных шинах. Очень шершавая поверхность, которая вообще не скользит. В такой обуви вы сможете без проблем по любому гололеду, не боясь, что вы подскользнетесь, упадете и сломаете себе ногу, руку или голову. Сейчас я хочу показать вам небольшой эксперимент. На примере, вот стекло занес с улицы, оно такое влажненькое. То есть, когда мы с холода в тепло заносим, оно покрывается небольшим слоем конденсатора. Так вот, вот этот сапог, который я не модернизировал при помощи паяльника. Попробуем поставить на это стекло и посмотрим, как он себя поведет. Как вы можете заметить, он скатывается. Он скользит и также он будет скользить на гололеде. Теперь я беру модернизированный ботинок и ставлю. Вот, как видите, поднимаю стекло, максимально он стоит. Вообще никак не катится. Видите, как прилип, как будто бы. А если же ставим вот этот ботинок, то он скатывается. Видите, ставим этот ботинок, он вообще не скользит. Ну, практически не скользит, еле-еле. Поэтому разница очевидна. И данный способ реально работает. Так что, друзья, берите данный способ на заметку. Он убережет вас от переломов и травм на гололеде. Хочу сказать, что этот способ я сам лично испробовал. И посоветовал его своим родителям, своим родственникам и знакомым. Ну, а на сегодня у меня все. Как всегда, надеюсь, был вам полезен. Применять или не применять данный способ, каждый из вас решит сам. Мое дело дать вам хорошую идею, а вы сами уже будете решать. Применять ее или не применять. Желаю всем добра, удачи, успеха. Ну и самое главное, берегите себя. Всем пока-пока.